здравствуйте дорогие зрители скоро я собираюсь лететь в россию и поэтому все мои последующие видео будут на тему того как в россию вылететь как прилететь что будет в аэропорту происходить и все на эту тему вот но это видео я хочу посвятить одной важной теме какие необходимы документы подготовить и сколько тестов на коронавирус сдать для того чтобы вылететь из израиля в россию если вам интересна эта тема это оставайтесь со мной и поехали и так во первых важно учесть и знать какие требования есть у израиля для того чтобы вылететь страны а второе важно знать какие требования есть у россии о том чтобы влететь в страну то очень важно знать и так первое поговорим о том, что требует Израиль. Итак, если вы привиты или переболели коронавирусом, у вас есть соответствующий сертификат о коронавирусе, так называемый, то тогда для вылета из Израиля вам не нужно делать тест. И это касается рейсов Эляль тоже. Я лечу Элялям, я это узнавала, я привита, мне тест на вылет не нужен. Второе. Если вы не привиты или не переболели коронавирусом, то не важно какого вы возраста, это касается в том числе и младенцев, вам необходимо будет сделать тест на коронавирус для вылета из Израиля. Это требование Израиля. Посмотрите в правый верхний угол, там ссылка на видео о том, где мы делали тест в прошлый раз в начале августа для вылета в Латвию. Итак, следующий момент. Второе требование Израиля, это наличие декларации для вылета из страны. У меня тоже есть видео на эту тему, как эту декларацию сделать и где искать ссылку на форму для заполнения. Посмотрите в правый верхний угол, там ссылка на видео. Когда откроете видео, то в описании есть ссылка на сайт, где эту форму заполнять и видео расскажу немножко о том, что это за форма, для чего она нужна. Вот, итак, скажем, вы выполнили все эти требования. Это требование Израиля. Наличие теста или же наличие специального сертификата коронавируса и также декларация для вылета из страны. Этого хватает, чтобы вылететь из Израиля. Еще один очень важный момент. Когда мы вылетали недавно в Латвию, то мы заметили, что в Бенгурион внутрь аэропорта не впускают провожающих и не впускают тех, у кого нет авиабилета. То есть, да, вылетите, сохраните себе тот маршрут квитанции авиабилета себе на телефон, потому что на входе спрашивают. И причем не впускают тех, у кого время вылета раньше, чем 4 часа. Это было вот в начале августа. Может быть, что-то за полтора месяца изменилось. Второе. Это требования России для въезда в страну. Итак, на данный момент, 14 сентября, Россия впускает только граждан России. Если же вы летите как иностранный гражданин, например, гражданин Израиля, то вы можете влететь только, если вы летите к родственникам первой линии или же вы летите на лечение. И необходимо предоставить все документы, которые подтверждают этот факт. Например, я полечу с ребенком. Ребенок пока еще не гражданин России. И поэтому для того, чтобы влететь в Россию, мне необходимо будет предъявить свидетельство о рождении ребенка. Оно у меня взято в месрадопним сразу на английском и плюс поставлен апостиль. То есть этот документ заверен, что и можно пользоваться за границей. Таким образом, я докажу, что это моя дочь. Я, как ее мать, гражданка России, ввожу ее в Россию в гости к бабушке. Вот таким образом. Итак, что же дальше? Требования России. Ну, начнем с граждан. Скажем, вы гражданин России, поэтому вам не нужен тест на коронавирус для влета в Россию. Очень интересно. Но вспомните, Израиль требует, если вы не привиты. Так что, понимаете этот момент. По сути, смотрите именно на требования Израиля для вылета из страны. Но получается, что для того, чтобы вылетать в Россию, тест не нужен. Но нужен тест по прилету. То есть таким образом вам дается 4 дня, чтобы сделать тест на коронавирус и чтобы загрузить его на сайт госуслуги. Но очень важно сделать и не опоздать по датам. Потому что могут быть определенные санкции и штрафы. Поэтому лучше с этим делом не шутить. Вот. Далее, следующий момент. В самолете вам выдается специальная форма, которую необходимо заполнить. Это специальная форма для въезда в Россию. Ее копию вы заполняете также на сайте госуслуги. То есть, если вы заполнили на сайте, то на бумаге заполнять уже не нужно. Но опять же, если вы летите как иностранный гражданин, то у вас нет выбора. Вы заполняете эту форму в самолете. Далее. Когда гражданин России влетел, то есть, получается, никаких страховок не требуется. Вы ведь гражданин, вы влетаете в свою страну. Тест на коронавирус в течение 4 дней загрузить на госуслуги. Предъявить эту форму, если не сделали на госуслугах. Второе. Если вы не гражданин, то, как я уже говорила, необходимо собрать все документы, чтобы доказать, что вы имеете право на въезд. Также вы заполняете форму в самолете, форму специальную для въезда. И вам повезло в том плане, что тест по прилету вам делать не нужно, но вас не посадят на самолет, если вы иностранец и не сделали тест. То есть, в принципе, Россия требует тест до вылета от иностранцев, а не по прилету. То есть, какие ваши действия? Скажем, вы привитые, граждане только Израиля, летите к маме в гости. Что вам нужно для этого сделать? Вам нужно достать свидетельство о рождении, чтобы доказать, что вы летите к маме. Копию ее паспорта. Также вам необходимо будет сделать тест на коронавирус, несмотря на то, что вы привиты. Потому что это требование в России, все иностранцы влетают уже с готовым отрицательным результатом теста ПЦР. Вот. То есть, это то, что требуется от вас. Если же вы гражданин, то и привиты, то тогда вы вылетаете без теста, без всяких доказательств, что куда вы летите. Вы просто летите как гражданин России, назад в Россию. Поэтому очень важно знать, что вы только заполняете форму на госуслугах. И по прилету у вас есть время, чтобы сдать тест на коронавирус. Если вы привиты спутником, то тест на коронавирус по прилету сдавать не нужно. Если привиты любой другой вакциной, то нужно. Я надеюсь, что вы не запутались. Можете переслушать еще раз. Давайте тогда я еще вам расскажу на примере своей дочери. Моя дочь, она не гражданка России, она гражданка только Израиля пока. И поэтому для того, чтобы вылететь из Израиля, она у меня младенец, мне обязательно нужно будет делать для нее тест. То есть, будем делать ей тест ПЦР и с этим результатом едем в аэропорт. Декларацию на вылет я вписываю ее в свою декларацию, потому что она, понятно, несовершеннолетний младенец. Вот. Следующее. По прилету в Россию мы предъявляем этот тест. Его никуда загружать не нужно, насколько я понимаю. И плюс я также, видимо, буду вписывать ее в свою декларацию о въезде в Россию. Вот. Именно так. И обязательно я беру свидетельство о рождении, чтобы доказать, что она моя дочь. Вот. Я надеюсь, что это вам понятно. И, ну, последний еще пример такой, да, то есть, я привитая, я гражданка России, лечу в Россию. Получается, что для вылета с Элялем мне не нужно делать тест на коронавирус. Все, что от меня нужно, это принести сертификат о коронавирусе, в данном случае сертификат о вакцинации с собой. Его можно сделать на сайте, то есть, я делаю на сайте, сохраняю себе на телефон или распечатываю, несу этот листочек с собой. И второе, это декларация на вылет из Израиля. Это все, что нужно мне лично для вылета из Израиля. И затем, когда я въезжаю в Россию, я, скорее всего, буду в самолете заполнять эту форму для въезда в Россию. Я также отдаю, показываю ее. И в том числе у меня будет три дня, чтобы сделать тест на коронавирус и загрузить его на госуслуги. Все. То есть, я вам разложила все по полочкам, повторила 10 раз, как смогла. Надеюсь, вы дослушали до конца, потому что информация часто повторялась на разных примерах. Вот, но все это я вам рассказываю для того, чтобы вам стало понятно. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то дополнительные комментарии, все, что угодно, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Я буду очень рада. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что в ближайшее время я буду загружать и дальнейшие видео на тему того, как мы собираемся вылетать в Россию. Буду рассказывать подробно про каждый шаг, про то, как пройдет регистрация на рейс, как мы полетим и лялям. Вот, как прилетим, пройдем все дела. Так что, будем с вами на связи. Я желаю всем вам хороших праздников и также удачных поездок. Все, спасибо вам за внимание. Пока-пока.